Что касается самой битвы, про нее слишком долго рассказывать не буду Скорее перейду к итогу битвы Первая, говорится, битва 1964 года была закончена в начале, по всей мести, октября Когда стовещане сдались, так как город был фактически разрушен Продовольствия не было, поставки не осуществлялись Так как Чернецкий приказал татарам сжечь все окружающие хутора, говорится, фольварки Которые были, возможно, был летом и уничтожен, говорится, выжжен урожай Город был практически разрушен Почти все дома были разрушены, либо сгоревшие Вторая, потом в стовещании перед Рождеством где-то было поднято восстание Перебит был польский гарнизон, который остался здесь В итоговой части Чернецкий послал сюда Маховского Где-то с двустами солдат Они были разбиты на голову, сам Маховский еле спасся Чернецкий решил попробовать зайти сюда с боем, что ему вполне удалось Стовещане не были к этому готовы В итоговой части, за то, что, говорится, был поднят второй раз бунт Стовещих 1665 Да, уже начало 1665 года Чернецкий приказал Стовеща сжечь А людей казнить Некоторые историки говорят, что это коснулось даже младенцев Всех Все были, говорится, уничтожены Хотя, опять же, все это вопрос очень такой интересный Дело в том, что после того, как Стовеща было разрушено еще осенью Я считаю, что некоторые из Стовеща ушли И именно этот год можно считать, возможно, можно считать годом основания некоторых сел Так как люди ушли из Стовеща Ну, почему делаю такие выводы? Выводы я делаю на основании того Что у нас есть список жителей Стовеща, которые приняли присягу царю Алексею Михайловичу в 1654 году Там есть фамилии На сегодняшний день эти же фамилии существуют в Стовеща Исходя из того, я считаю, что часть людей из Стовеща в 1664 году ушла Были, говорится, здесь казнены далеко не все Но так как место хорошее, земля урожайная Люди сюда вернулись опять То есть, хоть Стовеща считалась не городком, а пустым местечком Оно фактически свое существование не прекращало Оно фактически свое существование не прекращало Оно фактически свое существование не прекращало Субтитры создавал DimaTorzok